Здравый смысл. Я хочу затронуть такую тему, как целостный подход к женскому здоровью. Что это вообще такое и что означает хорошее самочувствие женщины? Что входит в это понятие? Ты знаешь, я люблю всё рассматривать через образы. Мне кажется, так бывает наглядно и очень понятно. И вот давайте мы представим, что наше здоровье, наше тело – это некий дом или, может быть, даже храм для нашего хорошего самочувствия и нашего здоровья. И тогда представим, что же нам нужно, чтобы этот дом или храм хорошо стоял и вот прям был таким очень для нас ресурсным местом. Во-первых, нам нужен строительный материал. Это такие своеобразные кирпичики, которые необходимы для того, чтобы этот дом, собственно говоря, или храм построить. Что это в реальной жизни? Это микроэлементы, это витамины, это питательные вещества, это кислород, это те строительные материалы, из которых строится вообще каждая клетка в нашем теле, каждый орган, соответственно, и строятся сигнальные молекулы, в частности, это наши гормоны, если мы говорим о женском здоровье. И тогда получается, что мы с вами посмотрели молекулярно-биохимический такой уровень, увидели его. Это строительные материалы кирпичики. Например, немногие знают, что женские гормоны строятся из холестерина, которого мы так стараемся избегать. Вот это как раз строительный материал для наших половых гормонов, мужских и женских. И, например, витамин D, немногие об этом знают, вроде бы, что такое витамин. Витамин D, например, принимает активное участие в образовании, преобразовании наших гормонов и в их работе, именно женских гормонов. И второй уровень, да, мы представим с вами, что у нас есть кирпичики, нам с этими кирпичиками что-то нужно делать, строить из них храм или дом, и тогда нам нужен какой-то строительный кран или какая-то строительная техника. И для того, чтобы эти кирпичики выложить в определенные порядки, для того, чтобы создать архитектурные формы, для того, чтобы, если случится землетрясение, да, этот храм был достаточно подвижным, мобильным, чтобы он выстоял... Это очень красиво звучит. Да, чтобы он выстоял к землетрясению, например, или какой-то другой, да, такой внешний, изменению внешней среды. И это уровень функции органов наших или движения механики нашего тела. Если мы говорим о женском здоровье именно, то вот эта механика, она в первую очередь важна в нашем тазу, потому что таз – это чаша, такой действительно храм для наших женских органов, дом для них, это защита их. И очень важно, как он движется, как он выстроен, какова его архитектура. И очень важны мышцы тазового дна, потому что именно их динамика определяет, какое будет качество питания, кровоснабжения, лимфотока, нервных импульсов в наших женских драгоценных органов. И это получается, что мы посмотрели с вами уровень функции или движения. То есть первый уровень – это строительные материалы, второй уровень – это функция или движение механика. И третий уровень – мы с вами представим, что если у нас есть кирпичики, у нас есть некий строительный кран или даже работники, то у нас должен быть какой-то управляющий на этой стройке или какой-то смотритель этого дома или храма, такой жрец этого храма или жрица. Это некий высший орган управления, который регулирует, какие кирпичики выбрать нам для строительного материала, чем наш дом или храм, наше тело подпитать, что из него удалить, что отреставрировать, отремонтировать, поменять местами, как управлять, как двигаться. Звучит интригующе. А что это такое? У меня миллион догадок в голове. И вот представьте, что он не в настроении, например, и тогда он будет разрушать свой собственный дом, собственный храм, или, например, он в хорошем состоянии, и он будет о нём заботиться. Кто это? Это наша психика. Это наш головной мозг, потому что регуляция гормональной, репродуктивной системы, она идёт, конечно, из головного мозга. Это высший центр регуляции. И поэтому наша психика, наш эмоциональный уровень определяет то, как будут работать другие уровни. Как будет вообще чувствовать себя женщина? Как будет чувствовать себя женщина? Потому что, когда я спрашиваю женщин о том, что такое здоровье на курсах на живых, они говорят, это состояние, как правило. Это состояние. Правильно ли я понимаю, что речь идёт о неком состоянии наполненности? Как бы ты это назвала? Ты знаешь, тут очень важный такой момент можно посмотреть, что, с одной стороны, ещё часто люди говорят, здоровье – это когда ничего не болит и ничего не заболело. Вот с точки зрения Всемирной организации здравоохранения, здоровье – это не только отсутствие болезней или какой-то боли, а именно состояние, когда в балансе физическое тело, эмоциональный план и социальное благополучие, то есть взаимодействие с окружающим миром. То есть это трёхкомпонентная вот такая система, когда всё-всё-всё у нас в балансе – и тело, и эмоциональное состояние. И вот тогда это действительно состояние ресурса, и тогда это состояние… Высокой энергии. Хорошего самочувствия, хорошей жизненной энергии, вообще сил. И тогда мы способны с вами делать что-то. Вопрос, он меня уже несколько месяцев так преследует. Я смотрю разных тренеров, в том числе и в Инстаграм, и на Ютуб, и в последнее время такая тенденция появилась, что появляются мастера различных женских техник, и они говорят о том, что женщине очень вреден на самом деле спорт, и даже йога крайне не важна. Всё-таки они уповают на правильное расслабление. Вот что ты здесь скажешь? Каков всё-таки баланс между расслаблением и определённой двигательной активностью? Я бы сказала, что я этот баланс вижу в эластичности мышц, если мы конкретно о женском здоровье. Это очень важная мышца тазового дна, но, разумеется, ни тазовое дно, ни таз мы не можем выстроить, если не выстроено всё тело. Поэтому, конечно, мы говорим о здоровье женскому в контексте архитектуры всего тела и баланса всего тела. И я за эластичность, я против разных перекосов, в только расслабление, хотя это тоже важно, только в тонус, хотя это тоже важно. Я всё-таки за баланс. И мои учителя, я учусь у преподавателей из Кембриджского университета в Великобритании, это система телесных практик для женского здоровья, и там всё-таки идёт направление на эластичность. Эластичность равна здоровью и равна здоровому тонусу плюс здоровому расслаблению. И вот именно в этом балансе достигается эластичность тканей, когда они способны расслабляться и способны быть в хорошем, здоровом тонусе, обеспечивая качественные функции тела. Но если говорить, например, о йоге, буквально вот короткий вопрос, то есть йога может в себе это успешить? Направления йоги совершенно разные есть. Есть очень жёсткие, интенсивные, силовые направления йоги, после которых бывают действительно и может и вред быть телу. Есть направления йоги очень мягкие, поэтому я за то, чтобы… Я, конечно, за мягкие более направления, которые как раз сочетают баланс поддержания тонуса и расслабления. И телесные практики, они, на мой взгляд, тоже должны быть очень мягкими. Сбалансированными. Сбалансированными, да. Вернёмся к молекулярно-биохимическому уровню здоровья. Что сюда входит? Гормональный состав, да? Да. И мы тут должны сделать акцент на том, что, в общем-то, женское здоровье, оно ассоциируется, как правило, с гормональным планом и вот с тазовым дном. Это такие два важных компонента. Молекулярно-биохимический, да, уровень мышечной функции. Что важно на молекулярно-биохимическом уровне? Это, конечно, наши гормоны. Значит, нам важно вот этот строительный материал, какие микроэлементы, какие витамины мы потребляем для того, чтобы было из чего выстраиваться нашим гормоном. И если мы говорим именно о женском здоровье, то здесь есть такая прям техника выстраивания питания по фазам женского цикла, когда мы можем поддержать тот гормон, который, например, в какой-то момент просел, или тот гормон, который нужно поддержать, который нужно усилить. Всего лишь корректируя питание именно по фазам женского цикла. Причём это даёт… Здесь всё взаимосвязано, всё влияет на всё. Когда женщина начинает следить за личным циклом собственным, она понимает, где ей ускоряться, где ей замедляться. То есть психологически это тоже работает. Люблю об этом просто говорить. Вот такой момент питания и питание по фазам цикла. Второй момент – это детокс. Потому что наши гормоны, когда они отрабатывают своё, они должны быть выведены. И если они остаются, если печень или желчный пузырь, её помощник не справляется, то они не выводятся и оказывают токсичное влияние. И тогда развиваются разные женские отклонения в состоянии здоровья, изменения в тканях появляются. И мы здесь должны поддержать нашу печень и нашу функцию желчного пузыря. А что имеется в виду, может быть, какая-то краткая рекомендация, какой здесь верный детокс? Верный детокс. В первую очередь мы с вами смотрим поддержание печени. Это есть различные техники. Их лучше всё-таки подбирать себе со специалистом. Есть совершенно физиологичные техники, вроде определённого режима питания, определённых телесных практик. Это диафрагмальное дыхание. Ну вот я такое говорю, что всем допустимо. Это коррекция питания. Это не смузи и не голодовки точно. Потому что смузи, вот этот очень такой активно некоторое время пропагандирующийся момент, он работает только на первую фазу детоксикации, но не учитывает следующие две. И, например, это водный режим, безусловно. Это режим питания, подобранный со специалистом, на мой взгляд. И это, например, диафрагмальное дыхание, которое регулирует функцию желчного пузыря, который является помощником печени и помощником детоксикации. Ну вот три таких момента. И четвёртый важный момент – это устранение тех поступающих извне токсинов. Что это? Это вещества, похожие на наши гормоны, так называемые ксеноэстрогены, которые могут оказывать самые неблагоприятные эффекты и конкурировать с нашими разными гормонами. Вот эти вещества, очень много их содержится в говядине, молоке, курице, пластике, различные нитриты, нитраты, удобрения химические, автолаты из пластика и косметики промышленности могут тоже обладать таким токсичным влиянием. Поэтому вот эти моменты – вода, питание, телесные практики для детокса, пропотевание, физическая нагрузка до пропотевания, диафрагмальное дыхание, деактивизация желчного пузыря и убрать, минимизировать, по крайней мере, насколько возможно поступление токсичных вот этих веществ. Здесь ещё важный момент – это коррекция веса, потому что жировая ткань, об этом тоже мало кто говорит и мало кто знает, это аэродром, дополнительный для образования женских гормонов. Если вес избыточный, может быть избыточное образование женских гормонов. Если вес в дефиците, то его будет недостаточно и будут тоже нарушения женского здоровья, нарушения женского цикла. Тоже, да, это важно, и действительно об этом мало говорят. И, наверное, ещё я бы затронула коррекцию образа жизни. Здесь очень важную роль для женщины играет сон, потому что во время правильного качественного сна вырабатывается мелатонин, который регулирует деятельность всех наших эндокринных желёз, всех гормональных органов. Ну, я уж думаю, нет смысла в этой передаче касаться токсичного влияния никотина на яичники и прочее. Да, безусловно. Про сон всё-таки сколько важно женщине спать? Считается, что женщине нужно спать дольше, чем мужчине. Или это не так? Ты знаешь, очень разные есть исследования на эту тему, есть разные рекомендации о том, что кому-то нужно более 8 часов. На самом деле, ну, большинству нужно 8 часов, более 8 часов. Это действительно так. Но некоторым людям нужно даже до 10-11 часов для того, чтобы высыпаться по этому я, за то, чтобы человек подбирал это себе индивидуально. Это действительно важно. И чтобы сон был качественным в темноте, без мигающих вот этих сигналов наших гаджетов. Ну, исключить их за хотя бы час до сна. Хотя бы час, да, чтобы никакие будильники не светили. Всё-таки ещё раз хотелось отдельно выделить такой вопрос. Ты уже его затрагивала. Но мне хотелось бы отдельно об этом немножечко поговорить. Можно ли влиять на наш гормональный состав, корректируя только эмоциональное состояние? Насколько это в ту и другую сторону работает? Да, я слышу тебя. Благодарю. Это очень важный момент, потому что есть такое понятие, как психосоматика. То есть если мы переводим с вами психи, это душа или наши чувства, эмоции на современном уровне. Сома — это наше тело. То есть это взаимосвязь нашего эмоционального уровня и нашего тела. Безусловно, наш эмоциональный план, он влияет и вызывает целый ряд нейробиохимических реакций в нашем теле, телесных ответов в виде напряжения или, наоборот, релаксации. Безусловно, это связано. И очень важно здесь посмотреть на то, как женщина вообще относится к своему телу, как проходил период её первых критических дней. Не знаю, как это удобно сейчас сказать, да, на такую широкую аудиторию. Женщины поймут первый вот этот период становления женского цикла, поддержку она получала ли от семьи, или осталась наедине с этим событием. Как мужчина относится к ней и относится к её телу. Вот эти все моменты, они очень важные. Естественно, если женщина замечает, что какое-то отклонение в здоровье появилось после какого-то события эмоционального, или, наоборот, обостряется, провоцируется какими-то эмоциями, есть смысл работать с психологом. Но я всё-таки за индивидуальный подход в этом смысле, не за то, чтобы ткнуть в таблицу и понять, вот это у тебя от этого, а это вот у тебя от этого. Не буду сейчас называть заболевание, да. Я вот против такого унифицированного подхода, очень за индивидуальный подход. И в этом смысле здесь тоже всё-таки за комплекс работы, потому что иногда, когда люди уходят именно в психологическую сторону, они отбрасывают значение тела и отбрасывают значение вот этих питательных элементов и уповают только на вот эту условно в кавычках психосоматику. Поэтому я за комплексный подход и тело, и душу поддерживают. И надо понимать, что в коррекции эмоционального состояния, понятно, что все болезни от стрессов, есть такое выражение, но это с одной стороны так, но с другой стороны всё-таки важно уповать не только на то, что мы когда-то откажемся от этих стрессов, это никогда не будет, важно научиться им управлять. И это и работа с психологом, и опять же работа с телом. С телом, и умение слышать себя и его сигналы. Слышать себя, услышать, услышать сигналы тела и поддержать его, потому что когда мы работаем с телом, расслабляется тело, сигнал, обратная связь всегда идёт у нас выше нервной центра регуляции, головной мозг. Варвара, хочу спросить под занавес программы какие-то конкретные рекомендации для женщин, как же всё-таки отслеживать себя, своё состояние и не ориентироваться только, если у тебя что-то болит либо не болит. Как слышать себя своевременно? Ты знаешь, я женщинам на курсах обычно рекомендую задавать себе такой вопрос, а как я сейчас? Вот прям как будто бы ты разговариваешь сама с собой, как ты сейчас, вот моя дорогая внутренняя женщина, ты как себя сейчас чувствуешь? И это самый настоящий эмоциональный интеллект, понимать, а как я сейчас? Потому что люди часто спрашивают этот вопрос, и они не могут ответить. Сформулировать, да? А я не знаю, как сейчас, говорят мне женщины, как я сейчас вообще себя чувствую. И вот это первый важный вопрос. Второй важный вопрос — это, а что я могу сделать прямо сейчас для себя? Как я могу сейчас о себе позаботиться? Это не пироженку пойти себе купить, очередной вот этот эмоциональный пластик, на своё тело наклеить, а именно как-то глубинно, как-то здорово очень, действительно услышать истинные потребности своего тела. И ещё два практических элемента — это акцентировать внимание на дыхании, на том, как мы делаем вдох и выдох, наблюдать буквально за своим дыханием, проводить его глубже до диафрагмы, может быть, даже до тазового дна, если это получится, и пребывать вниманием в своих стопах. Во время движения, во время того, как мы сидим или ходим или двигаемся, пребывать вниманием в своих стопах, чувствовать, как стопа касается земли, касается пола. И, конечно, для женщины колоссальный ресурс в танцах, в движении интуитивном. Не в том, что принято называть танцами или красивыми танцами, а в том, чтобы двигаться так, как хочет твоё тело. Вот эти пять параметров. Я всегда очень рада видеть в нашей студии Варвару Попову. Это врач-гинеколог и женский тренер, ведущая курсов о женском здоровье и о развитии мышц тазового дна. Варечка, спасибо тебе большое за этот разговор. Я думаю, он оказался очень полезен женщинам, потому что очень важно рассматривать себя с разных сторон и все системы гармонизировать. Спасибо большое. Я очень рада, если это будет полезно, если женщины посмотрят на своё тело вот так целиком. Всем здоровья, хорошего самочувствия, прекрасного настроения. Всего доброго. До свидания. Всего доброго. Здравый смысл. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь у специалиста. Проконсультируйтесь.